Книга о человеческих достоинствах или путь праведников. И сегодня у нас шикарная вообще глава прямо, тоже слово такое шикарное. Но шикарное это харьковский жаргон. Это в Израиле я не слышал, что кто это. Хотя тоже говорят, да. Это типа, значит, малон юкра, это называется. Юкра, юкрати, это как, как юкрати переводится, юкра. Это не шикарный. Не помню, как переводится. Юкра, ну, в общем, рядом шикарный, да. В общем, сегодня шикарная глава, значит, которая называется «Врата щедрости». Врата щедрости. Значит, щедрость, наиверите, это недивуд. Недивуд. Это качество, помогающее достичь высоких достоинств. То есть у каждого человека есть разные-разные качества. Причем интересно, что внутри прошивка у каждого из нас есть как бы все качества, без исключения. Теперь, ну, дальше у кого-то какие-то качества развиваются, а у кого-то какие-то качества не развиваются. И от чего это зависит? Вы сейчас очень сильно удивитесь. Это зависит от того, какие качества любили и использовали родители. Вот Леся Возна, наверное, не помнит, как она маленькой девочкой, например, что-то делала, совсем маленькая. А родители или это поддерживали и говорили «Вау, молодец, Леся Возна», да. А что-то они говорили «Нет, девочки так не поступают, не-не-не, это не для тебя». И вот родители, значит, дальше они сами показывали какие-то качества, ну, то, что они считали важным. И маленький ребенок, любой, да, он, как он, это вопрос его выживания нравится своим родителям, он это, и для него это очень важно. На подсознательном уровне. Какие-то качества в нем развивались, какие-то качества в нем, наоборот, отмирали, как бы, да, даже, или прятались. Так вот, не девут качества, помогающие достичь высоких достоинств. И должным образом проявленная щедрость весьма похвально. Ею человек достигает многих достоинств в этом мире, в мире будущем. Как сказано, притча от царя Соломона, 18 главе 16 отрывок, можете проверить. У нас же есть бот прекрасный, Мишлей, можно книгу притчи заказать. Есть книга, которая с моими комментариями, и, значит, ее можно заказать. И там есть, прям, четко понятно, что царя Соломон имел в виду. Приводится отрывок здесь. Дар человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Значит, дар человека дает ему простор, и до вельмож доведет его. Я помню, там я в Кииде написал комментарии. Арнольд Шварценеггер рассказывал, как он приехал в Америку. И он, когда приехал в Америку, он вначале работал на стройках, руками работал. И тренировался, стал там он мистер вселенная, культурист, тренировался. Но у него не было образования никакого. И он в Голливуде пытался пробиться как актер. Очень он был такой продуманный, просчитанный. И он каждую неделю решил заниматься благотворительностью. То есть каждую неделю он участвовал в каких-то благотворительных мероприятиях. Везде он участвовал, активно был активный благотворительный такой активист. И вот как-то на одном из этих благотворительных мероприятий Арнольд Шварценеггер, он познакомился с прекрасной девушкой. Это был какой-то институт, в котором он что-то там лекции читал, что-то он помогал и так далее. И значит он познакомился с девушкой, которая его пригласила к себе в гости. Оказалось, что эта девушка, это была из клана Кеннеди, тоже активная студентка. И он прямо поехал из этого института, с благотворительного этого мероприятия, к ним в дом Кеннеди. Со всеми там подружился, а потом он на ней женился. И в итоге он стал губернатором штата Калифорния. Это то, что имел в виду царь Саамон. Дар человека дает ему простор и до вельмож доведет его. То есть именно участвуя в благотворительных разных мероприятиях, человек, он, так как он занимается действительно нужной полезной деятельностью, а все люди, достигшие высокого уровня развития, занимаются благотворительной деятельностью, то естественно, что так оно работает. Потому что за дары полюбят его и цари, и вельможи, и все люди. И нет в мире ничего, пишет автор этой книги, тысячу лет назад, что приводило бы к любви подобно щедрости. И в будущем мире человеку достоится доброй награды за свою щедрость. Найдевут это желание давать. Желание давать. Есть три вида щедрости. Вот, например, задумалась Шушана Кац. А что я могу давать? У меня ограниченный ресурс. У меня финансовый ресурс ограниченный. Что я могу царю подарить? Ну, что я ему подарю, царю? У него же все есть. Три вида и щедрости. Первый вид – щедрость с деньгами. Да, царю ничего, может быть, финансово не нужно. Но второй вид – щедрость с телом. И третий вид – это щедрость с мудростью. Теперь щедрость с телом. Понятно, что царь не претендует на тело Шушаны Кац. Ни в коем случае. Ни зачем царю. У него жена есть своя все. Но царь, например, он тоже радуется, когда царя выйдет. Шушана перед дворцом, например, и с плакатом «Люблю царя». Царь у нас лучший царь. Давайте все за царя помолимся, чтобы он был здоров. Это называется щедрость с телом. Она свое время, свои силы потратила на то, чтобы царю как-то подсобить в его царском тяжелом труде. Значит, щедрость с мудростью – это делиться, вот она что-то осознала про щедрость и делится со всеми людьми, что щедростью можно дойти до вельмож. Тут у него какой-то знакомый, он думает, а интересно, пошел пожертвовал, например, деньги во экран, например, да? И, значит, познакомился с вельможами и говорит Шушаникас, Шушана вообще… То есть щедрость возвращается. Щедрость возвращается, вот приводится пример Абраму, достоился всего за три вида щедрости. Он построил, щедро деньгами, построил он шатер, в котором было четыре входа, и он всех путников заводил, поил, кормил и говорил, это не я вам все даю, это Бог вам все дает. И поблагодарите Всевышнего. Они, значит, благодарили Всевышнего, и Авраам, значит, таким образом он реализовал свой вот этот вот желание отдавать всему миру знания о Боге. Значит, он был щедр телом, когда его племянника Лота во время войны украли, украли там эти цари, значит, он пошел воевать, и он воевал, и он забрал его обратно. То есть он, это было самопожертвование именно на уровне тела. Третья мудростью, он делился людей, делился с людьми своей мудростью, обучал людей, и написано души, которые они сотворили в Харане. То есть очень много людей, они поняли о Боге в то время, и он многим людям поделился своим знанием о Боге. Значит, это качество щедрость весьма похвально, ибо оно помогает человеку достичь уважения. Как написано, многие просят щедрого. В притчах царя Соломона тоже сказано, 19 глава 6 отрывок, многие просят щедрого. И если ему он нуждается в помощи, ему все помогают, все с ним в мире. То есть если он щедрый, то потом ему все помогают. Я сейчас вспоминаю своих друзей, знакомых друзей, которые были действительно щедрые, потом попали в трудное положение, им помогали. Но вот тут у меня, смотрите, сейчас очень такой интересный момент я вам расскажу. Вот есть духовный закон, который называется щедрость. Вот качество щедрость, оно ведет ко всем этим позитивным последствиям. И вот человек, он щедрый. Щедрый деньгами, щедрый телом, щедрыми знаниями он делится, он помогает, он такой дающий, да? И он включает по отношению к себе с неба закон, который называется мера за меру, ему все возвращается, Всевышний ему начинает давать. Но тот же самый человек, если бы у него был только один этот вектор, и он все остальное время бы спал, то было бы все отлично. Но он настолько щедрый, что он начинает помогать там торговцам наркотиками, сутенерам. Он же щедрый, он без разбора начинает помогать всем. И вот он, например, он помог там, он стал, есть такое понятие, что тот, кто милосерден к жестоким, потом будет жестоким к милосердным. И он начал, вот есть такой яркий пример, очень неплохой человек, которого зовут Джордж Сорос. Джордж Сорос, он раздает столько денег на благотворительность, что мало кто в мире столько раздает денег. Но он раздает деньги на такие проекты, которые разрушают страны, которые ведут, там он поддерживает секс-меньшинство. Он наоборот, вот все на сегодня движение вот это вот за гомосексуализм, за транс, вот эти вот, ну в общем, все вот это вот, что есть в мире мерзость, это вся существует на день Дисороса, который миллиарды долларов вложил в то, чтобы это все развить и дать им такую устойчивость. То есть, что получается? Что если вдруг мы сталкиваемся, я сейчас вспомнил просто своих знакомых, которые были с одной стороны щедрые, но с другой стороны у них потом был момент, когда им не хотели помогать люди, потому что у них помимо их щедрости были еще дополнительно негативные качества, которые они эту щедрость перекрывали. Например, человек гневливый. Тот, кто гневается, тот, кто как будто бы служит идолом. То есть, он с одной стороны щедрый, когда он не гневается, он всем помогает. С другой стороны, когда он гневается, он ломает людям вообще жизни, судьбы и так далее. Получается плюс на минус, а минуса больше перекрыло. Понятно. Поэтому самое важное это уметь правильно в себе отрегулировать все качества, чтобы в нужное время, в нужной мере проявлять каждое качество. Как он здесь сказал, должным образом проявленная щедрость весьма похвально. Понятно, да? То есть, это не... То есть, нет в чистом виде ничего, ни одного вектора в этом мире. Многовекторный мир, многовекторный человек. То есть, понятно, да, идея, как работает? Сколько денег Сороса вложено в Украину, он развалил Советский Союз. Он, мы не знаем точно куда. То есть, он потратил там больше 30 миллиардов. Его была идея в том, что любое раскачивание в мире, то есть, любые качели в мире, да? То есть, он раскачивал любую ситуацию, которую только можно раскачать, вкладывая в меньшинство. То есть, есть большинство, есть меньшинство. Это меньшинство начинает качать. Он это, чтобы раскачать, он дает меньшинству деньги. То есть, это его была обычная схема. Теперь поддерживать сестру, которая наркомания, чтобы ее спасти, это щедрость, это правильно. То есть, это очень хорошо. Это спасти жизнь человека. Да, на качелях это его была стратегия, а также заработка. То есть, его когда-то я изучал книгу Джорджа Сороса. Еще до того, как я Тору начал изучать, мне было интересно, как разные мне были интересные вещи. Я пытался понять, как работает мир. И так я пришел к Торе. То есть, но до этого я еще в Москве, когда я жил в 90-е годы, я читал книгу о Соросе, Джордж Сорос, или его даже была эта книга, его как бы технологии, ну, его способ мышления. И он раскачивал ситуацию, потому что его была идея такая, что в ситуации устойчивая, ну, то есть, ничего произойдет, ну, все идет, как бы идет. И если ее раскачать, то она будет идти туда, куда будут думать люди, она будет идти. А он, так как он владеет СМИ, там, и так далее, он раскачивал ситуацию, значит, он, дальше он пытался манипулировать этой ситуацией. В общем, он, ну, не очень хороший персонаж. Двигаемся дальше. Значит, дальше ему все помогают, мы на этом остановились. То есть, то есть, по умолчанию, щедрость, когда человек дает людям в деньгах, в теле, помогает им и делится мудростью, создает предпосылку, что ему потом тоже будут помогать. Дальше написано так. Милостыня бедным, боящимся Всевышнего. Вот тут тоже, кому надо помогать. Когда человек помогает бедным, боящимся Всевышнего, это спрятанное сокровище, которое не пропадает, но сохраняется вечно. Это то, что говорил царь Соломон в Экклезиасте, в Куэлике. Пошли хлеб свой по водам, ибо спустя много дней ты найдешь его. То есть, хэсет, безвозмездное добро, оно в итоге к человеку возвращается, так как оно ложится на его небесный депозит. Но, но, есть очень здесь, видите, важная такая фраза. Милостыня бедным, боящимся Всевышнего. Например, вы помогаете человеку, который идет осознанно против Бога. Я, значит, вообще, где Бога нет, там такой воинственный атеист. И Всевышний сделал так, что ему сейчас плохо. Ему сейчас плохо, этому человеку. Всевышний так сделал. И вы думаете, я ему должен помочь. Теперь, но Всевышний-то, он специально, может быть, ему делает такой урок, чтобы тот задумался. И, чтобы тот задумался. Теперь вы ему даете деньги. Кстати, про Авраама есть такой метраж, передание. Он людям говорил, которые заходили ему в шатер. Значит, у вас есть два варианта. Он им говорил, Авраам. Первый вариант, это заплатить за то, что вы споели. Там, 10 тысяч долларов стоит у меня трапеза. Это мой шатер в пустыне. Монополия, значит. Кто, какие-то мне вопросы. В Биржево нет других мест, где вас накормят. Значит, еда у меня стоит или 10 тысяч долларов, или, значит, поблагодарить им Всевышнего, тогда бесплатно. Ну, естественно, что люди выбирали поблагодарить Всевышнего. Третий вариант не рассматривался, потому что Авраам, когда шел спасать Лота, то он уничтожил армию четырех царей. То есть, с ним, как бы, спорить никто не хотел, потому что он обладал, видно, какими-то тогда сверхвозможностями по усмирению каких-то буйных, да. Поэтому, если вы помогаете кому-то, очень проверьте, чтобы человек понимал, что помощь, что вы только как ангел, что эта помощь идет от Всевышнего, и пусть он поблагодарит Всевышнего. А если он не хочет благодарить Всевышнего, то есть такое выражение в Талмуде, что Миши Эн Луда, тот, у кого нет познания, тот, кто не понимает, что все идет от Всевышнего, Асур Ли Рахэм Алаф, запрещено на него, проявлять ему милосердие. Теперь эта формула, она неоднозначная, потому что многие, действительно, особенно вот сейчас, любая часть Рэба и так далее, он шел такой, знаете, экстремально позитивно, экстремально добрый, и что нужно ни на что не обращать внимания, экстремально делает добро. Но здесь написано, что милостыня бедным, боящимся Всевышнего, это спрятанное сокровище. И тот, кто сеет безвозмездное добро, хэсет собирает его плоды. Теперь написано, обладающий этим достоинством, щедростью, богатей. Как сказано, иной сыплет щедро, и у него прибавляется. В притчах 11 глава 24 отрывок. Насыпает щедро, и у него прибавляется. И также там написано, удающего бедному не будет недостатка. То есть здесь как раз вот то, что сегодня говорят, начни, открой свои шлюзы, чтобы тратить. На что тебе нужны деньги? Скажи, я вот заработаю, и я, значит... То есть нужны деньги для того, чтобы что-то делать. И тогда Всевышний дает. Еще сказали мудрецы, тут сейчас идет технология такая, да? А, технология. Два правила. Кто дарит много просящему дара, щедр наполовину. А полностью щедр, дающий постоянно много или мало, прежде чем попросит. Если человек... Есть два способа. Был способ Авраама. Он был проактивный. То есть он поставил этот шатер. Он искал кому помочь. Когда не было путников, в Торе написано, он вышел, начал искать путников. Он был проактивный. Прежде чем попросят, он помогал. Был в это же время такой праведник по имени Йов. Йов, он никому не отказывал. Он никому не отказывал. Но он был, он действовал уже реактивно. То есть к нему пришли, попросили. Он, значит, давал. А Авраам, он искал кому дать. Это два разных чуть-чуть способа. Тут написано, что тот, кто дает, когда попросят, он наполовину щедрый. Тот, кто ищет кому дать и дает до того, как попросят, он щедрый полностью. Еще сказали мудрецы, качество щедрости зависит от привычки. Человек не называется щедрым, пока не привыкнет давать по своим возможностям в любое время, в любой час. Потому что дающий тысячу золотых сразу тому, кому следует давать, не так щедр, как тот, кто тысячу золотых раздает не сразу, а тысячи раз. И каждый золотой уместно. Да? Почему так работает? Потому что, тоже есть другой еще духовный закон, все зависит от совокупности деяний. Например, один человек сделал какое-то деяние такое прямо очень хорошее, да? И говорит, ну все, значит, сел после этого, значит, выпивать уже, праздновать, что все у него в жизни наладилось. Нет, говорит нам второй духовный закон, все идет по совокупности деяний. То есть важно много маленьких действий, когда ты делаешь хороших, правильных. Это ты создаешь, как сказать, намного больше потенциал, чем когда ты делаешь одно большое. Это как в спорте, например. Если человек, вот этот же духовный закон проявляется в физическом мире. Например, Вера Донец-Розенталь решила заниматься спортом. И вот она, значит, все, я сейчас... И Вера Донец-Розенталь берет сразу, значит, думает, что я буду мелочиться. Одела кроссовки и говорит, я участвую в марафоне. И побежала. Пробежала она 10 километров, упала, значит, ее увезли. И она там месяц отходит от этого своего резкого старта, да? Да? Другой человек, он думает, нет, я спокойненько сейчас, сегодня один раз присяду, завтра два, потом три, потом четыре. И так дойду, что буду 10 раз в день приседать по там 20 раз. Каждый час, как раз 20 раз спокойненько я смогу присесть. За день это будет 200 раз. У меня уже и сердце заработает, и ноги заработают все. Потом я выйду из дома, даже не выйду из дома, просто пешочком пройду по лестнице, поднимусь один пролет, потом два, потом три. Потом каждый раз, когда буду идти куда-то, не буду пользоваться лифтом, буду, значит, идти пешочком. И заодно у меня и спорт будет, и все хорошо. То есть то же самое в благотворительности. Если ты даешь, разменял ты там, хочешь ты выделить на ЦДАКу 100 долларов. Разменял ты 100 долларов по доллару, и значит, или сейчас даже можно не разменивать, послал в одну организацию 18 долларов, в другую 18 долларов, в третью 18 долларов, в четвертую 18 долларов. Пять организаций послал по 18 долларов. То есть ты пять раз выполнил заповедь ЦДАКа, и у тебя еще осталось 10 долларов по доллару, значит, ты еще 10 раз выполнил заповедь ЦДАКа. Уже 15 раз. Уже у тебя, значит, 15 дней в месяце у тебя заняты тем, что ты выполняешь заповедь. Теперь ты думаешь, ну уже надо месяц закрывать. Взял, уже Всевышний тебе дает благословение, где-то у тебя еще там пришли деньги, значит, ты вот эти деньги дополнительные, что пришли, отделил от них МАССР 10 процентов, и его, этот МАССР, у тебя появилось еще 15 долларов. Да, тебе пришло там откуда-то 150 долларов. Ты еще 15 долларов по доллару. У тебя целый месяц, каждый день ты занимаешься ЦДАКой. То есть совершенно ты превращаешься через 30 дней в человека, который стал дающим. Всевышний думает, этот молодец, я ему доверяю, значит, он, смотри, как он, даже у него денег немного, но он как хорошо их распределяет, он все время обо мне помнит. Значит, найму наследства 150 миллионов долларов, он, значит, 15 миллионов отделил, и также он эти 15 миллионов распределяет спокойненько, так же, как он распределял 150 долларов, так же он распределяет и 15 миллионов. Понятно, да? То есть все зависит от совокупности деяний. Не по размеру идет деяний, а по количеству деяний. Дальше идут нам предостережения, идут предостережения. Кто отворачивается и не дает милостыню, как бы поклоняется идолам, написано в Талмуде, трактат Тубот. Называется человеком такой человек, который отказывается помогать, называется он никчемным, злоумышленником, жестоким и грешником. То есть, есть очень интересная такая, вот сейчас мы читали Медилатрут, свитокрут, про то, как появилась бабушка царя Давида, прабабушка. И там начинается, что был, значит, Элемел их его звали. Он был один из очень знатных и известных людей в народе Израиля. Начался голод, и люди к нему приходят, дай деньги, у него были запасы. Он думает, так, значит, если я им откажу, значит, я буду как будто бы идолопоклонник. Если я им дам, то я обеднею. Что делать? Как он для себя сидел и думал. Он думал, если я им все раздам, я обеднею, если я им откажу, я буду идолопоклонник. Он собрался и уехал, значит, уехал он в Мавские степи, чтобы не отказывать. То есть, он решил так, что чтобы не отказывать, я же, если меня нету дома, значит, я не отказал. Он уехал. Дальнейшая его судьба. Прошло 10 лет. Он умер. Его сыновья умерли. И его вдова, нищая, возвращается домой с одной из невесток. И что потом происходит? И невестка начинает, рут, да, начинает собирать колоски на поле у Боаза. И дальше там целая история за счет ее милосердия по отношению к свекрови. За счет милосердия Боаза. Удостоилась эта семья, удостоилась чего? Удостоилась она того, что из нее пошел царь Давид, а от царя Давида пойдет Маше. То есть, мы видим, насколько милосердие, но важная вещь. И кто со злым лицом дает милостыню бедным, тот теряет свою награду, даже если дает много. Это предостережение. То есть, если вы даете деньги, то нужно в этот момент поставить себе зеркало где-то и улыбаться. Улыбаться, радоваться. Потому что кто со злым лицом дает, тот теряет награду. Все. Теперь, значит, мы на сегодня заканчиваем этот урок. У нас будет, пришла ко мне книжка, о которой я говорил, называется «Оцер сгулот Араби». Это сокровищница. Сгулот – это волшебных средств любаеческого рэба. И здесь мы как раз сейчас со спонсорами и с партнерами ВАИКРА, мы изучаем главу, которая называется, я уже начал, видите, сегодня урок будет, в 11 будет урок. «Парнаса» – это заработки и бизнесы в общем и в целом. Значит, как здесь он давал людям, многие люди спрашивают, я думаю, что большинство людей в мире волнует, как больше зарабатывать. И вот когда к нему обращались, его разные, он давал советы, мы сейчас будем эти советы изучать. Партнеры и спонсоры, которые уже помогают ВАИКРА, значит, Всевышний послал вам, нам вот эту книжку, чтобы мы больше зарабатывали и чтобы больше давали. Поэтому жду вас в 11.00 на уроке и всем желаю всего хорошего, чтобы каждый из нас как можно больше выполнял духовных законов и правил, чтобы приблизиться ко Всевышнему, чтобы с ним усилить контакт своей души, чтобы работать в этом мире не только для того, чтобы украшать свой дом, стол там или тело, или еду, а для того, чтобы свою душу тоже совершенствовать. И чтобы в заслугу этого мы все получали благословения, благополучие, здоровье, и главное, чтобы он был шалом. Шалом внутри, шалом в отношениях, и тогда будет шалом во всем мире. Наша цель ближайшая – миллион часов просмотра Торы в месяц. И я вас всех приглашаю присоединиться к этой замечательной цели, чтобы Божественный Свет людям осветил вообще их мозги и головы, чтобы они поняли, что лучше вместо того, чтобы воевать, злиться, завидовать, чтобы лучше создавать вокруг себя рай в этом мире через шалом, опять же, через добро. И, значит, миллион, как будет миллион часов просмотра урока Торы в месяц. Я думаю, что в этот момент придет Машеах, мы все вместе помолимся и скажем, что мы вон Машеах нау, хотим мы, чтобы Машеах пришел сейчас. И Всевышний скажет, ну все, уже мир исправился, повернет какой-то там тумблер, и, значит, на мир пойдет Божественный Свет, все злодеи сгорят, все добрые люди, к которым мы с вами относимся, все люди расцветут. И, значит, мы увидим, третий храм спускается с неба, и, значит, мы живем вечно. Все, всем удачи, успехов. Значит, до встречи завтра. Субтитры сделал DimaTorzok